Дота одна из самых популярных и сложных компьютерных игр. Пять игроков команды должны координировать свои действия и общаться, чтобы выиграть игру. В прошлом году мы создали бота, который победил лучших игроков мира в режиме 1 на 1. В этом году мы хотим победить профессиональные команды в настоящей игре. Для этого мы создали новую систему ИИ, и последние несколько месяцев ее тренируем. Система использует способ обучения с подкреплением в масштабе, чтобы обучить бота в командной игре. Теперь мы начинаем тестировать систему против непрофессиональных команд, и к нашему удивлению, боты победили в первых играх против всех команд, с которыми играла система. Осторожно! Он тебя тоже убьет! Кто-нибудь ТП низ! Все ТП! Все ТП! Все ТП! Достаньте его! Ну серьезно! Чтобы понять насколько сильны наши боты, мы спросили мнение эксперта Дота. Меня зовут Уильям Ли, но среди игроков Дота я известен как Блиц. Это Блиц с Кристи. Коротко расскажу об игре Дота для тех, кто не знает правила игры. Цель игры очень проста. Убейте игроков чужой команды и разрушите их здания. У каждого героя есть несколько уникальных спеллов. Игра будет зеркальной, в каждой команде будут одинаковые герои. Здесь команда людей коллективно нападает на базу ботов, и бот Кристал Мейден защищает казармы. Она вступает в бой, используя Блинк Даггер, в то же время кастуя ульту под БКБ для нанесения огромного количества урона, пока ее невозможно прервать. С помощью такого комбо она смогла убить четырех человек, хотя людей было пятеро, против двух ботов. Ну это все! Вот это да! ГГ! ГГ! ГГ это хорошая игра. Люди уже понимают, что не смогут выиграть. Они абсолютно правы. Боты эту команду уничтожили. Это был пожалуй самый быстрый матч в моей жизни. Пришло время второй игры. У игроков было время подумать об игре и все такое. И боты их просто размазали. Боты играли ровно так, как я надеялся. Они контролируют эту часть карты, это две трети карты, и даже не нападали на две нижние башни. У них абсолютно правильный подход, это очень высокий уровень игры. Эту часть карты ботам будет очень сложно контролировать. Так что они играют только сверху и на миде, потому что понимают, что это самые важные части карты в игре. То что они интуитивно это понимают, это просто безумие. Я бы поверил, что первый раз им просто повезло. Но две игры подряд, это не совпадение, неудача. Я достаточно хорошо играю. И этот бот интуитивно использует такие стратегии, которые я освоил только после 8 лет игры в дота. Мне потребовалось 8 лет, а бот делал все интуитивно. Чтобы учиться, наши боты играют против самих себя. Мы используем более 100 тысяч процессоров, и наши боты учатся на каждой игре. Но учиться играть в дота сложно даже для одного игрока, так что мы создали новый дополнительный параметр, который мы назвали командный дух. Сначала 5 ботов заинтересованы только в индивидуальных показателях. Но когда мы увеличиваем этот параметр, они ставят интересы команды в приоритет, и учатся играть вместе, как команда. После того как Блиц увидел, как наши боты победили тестовую команду, Блиц сам захотел попробовать их победить. Его рейтинг выше, чем рейтинг тестовой команды. Так что мы поставили его команду с лучшими игроками в аудитории. И вот здесь Блиц умрет. Да, точно умер. Да, команде людей непросто. Двое мертвы. Еще 20 секунд. А боты почти снесли первую линию казарм. Еще один большой бой с ботами. И они выигрывают. Сначала в игре опережали люди. Но в конце концов боты смогли победить и эту, более сильную команду. Мы все еще далеки от победы над профессиональными командами. Но я думаю, все мы здесь удивились тому, что произошло. Я считаю, что боты отлично играли в команде. Они играли безошибочно. Координация ботов была на высоте. Потому что каждый раз, когда я ошибался, бот меня сразу наказывал. Нормальные игроки, как по мне, этого не делают. Чемпионат мира по доту состоится в августе. В то время как лучшие игроки в мире готовятся к чемпионату, мы готовим следующую версию нашего бота. Чтобы проверить наш прогресс, в июле мы проведем матч в прямом эфире, где мы будем играть против команды лучших игроков. Нас больше всего радует то, что метод обучения, который мы использовали, ко многому применим. Сейчас мы сосредоточены на дота, но надеемся, что это даст нам представление о том, как решить любую сложную проблему с помощью искусственного интеллекта. Когда я слышу, что боты улучшаются, я не боюсь, я в восторге. Потому что я могу представить перед собой еще одну цель, которую нужно преодолеть. Не у всех будет такая возможность. Я готов, давайте.